Доброе утро, Новосибирск! Оранжевое утро в студии. Алена Чурилина. Сегодня будем разговаривать о нейрогимнастике, о том, что это такое и как она влияет на организм. Ника Фирсова, тренер по нейрогимнастике, у нас сегодня в студии и расскажет нам о том, что это такое. Доброе утро! Доброе утро, Наукоград Кольцово и весь Новосибирск. Алена тоже. Приветствую. Ника Фирсова, специалист по нейрогимнастике, профессиональный тренер с физкультурным образованием. Спорт любит с детства. Ради лыж даже прогуливала уроки. Сейчас Ника участница большого числа мероприятий, посвященных здоровью, танцам, физической культуре и спорту. Увлекается восточными танцами. Рассказывайте, Ника, что такое нейрогимнастика? Нейрогимнастика... Начнем с того, что я тренер не по нейрогимнастике четко, а тренер оздоровительного фитнеса. И нейрогимнастика, она идет как часть моей тренировки. Особенно при работе в группе долголетия с людьми серебряного возраста. Это связь, скажем так, мозга с нашим телом. Связь мозга с телом происходит через нервную систему. Когда мы хотим выполнить какое-то действие, физическое упражнение или движение, мы сначала головой, мозгом нашим, понимаем, что мы хотим сделать это движение. По Wi-Fi связь передается, через нервную систему, и мы выполняем это действие. Но не всегда происходит так, как нам хочется. То есть иногда говоришь... Вовремя. Да, вовремя. Не всегда это вовремя. Это можно происходить, допустим, в танцах. Что человек хочет сделать движение вроде вправо, а почему-то двигается влево. Координация движения в пространстве. Подожди, то есть получается чувство ритма, это тоже про это же? Конечно. Отчасти. Отчасти один из аспектов чувства ритма тоже зависит от вот этой нейросвязи. Вот. Это проявляется в нарушении координации движения, когда ребенок держит ручку при письме. При удержании осанки. То есть наш мозг нам дает команду принять вертикальное положение. И не всегда это то положение, которое по природе как бы нам хотелось. Вот. Поэтому отчасти искривление осанки это тоже неспособность координировать свое движение относительно своего тела. Но это не проблема, если у кого-то есть некоторое отставание. Это всегда тренируется, и у всех есть шанс. То есть получается нейрогимнастика влияет на организм таким образом, что мы учимся управлять телом, мозгом и, получается, ускорять этот процесс посыла команды от головного мозга к телу, верно? Скорее всего, управлять не мозгом, а телом больше будет более правильно. Да, да. То есть вот это координация наших движений, нашего тела в пространстве. Существует ли в занятиях нейрогимнастикой ограничения, может быть, по возрасту, по состоянию здоровья, еще что-то? Это единственный, наверное, вид спорта, который не имеет никаких ограничений, потому что там нет ни ударной нагрузки, ни нагрузки на сердечно-сосудистую систему, вообще никаких противопоказаний, если человек в состоянии, в принципе, двигаться, ходить и встать, и прийти. Вообще, с какими проблемами приходится сталкиваться представителям разных возрастных категорий? Конкретно прям с такими проблемами, с которыми невозможно справиться, таких нету, как минимум в рамках того момента, что все-таки я тренер, и я работаю как в профилактических целях. Лечением занимаются уже врачи. Но в любом случае в зале всегда бывают сложности, как у младшего поколения, как у моего возраста занимающихся, занимающихся так и у старшего поколения. У детей в основном это в принципе, что они еще пока не слышат команду тренера, не всегда, вопрос дисциплины. Это вообще большая проблема, скажу я вам. Да, да, вот, и, соответственно, ты им говоришь право, а они на своей волне вообще бывают, и, ну, кто-то еще не знает право-лево, то есть вот эти вопросы возникают. Не всегда это про координацию движений. Я вам больше скажу право-лево, даже я. И, соответственно, часть времени уходит на то, чтобы сначала вот эти моменты, скажем так, разобрать, а потом уже мы приступаем непосредственно к самой работе. Но в целом мозг воспринимает информацию быстрее у ребенка, чем у взрослого, потому что мы процессы старения, мы не можем, скажем так, остановить. Да, мы можем их немножечко замедлить, если мы занимаемся своим здоровьем. И, соответственно, у более старшего поколения возникают уже следующие моменты, что они уже, если они всю жизнь не тренировались, понятно, что не специально будут заниматься нейрогимнастикой, нет, ну, танцы, допустим, какие-то упражнения, изменение пути маршрута, да, вот, лепкой, возможно, с детьми. То есть человек все равно занимается, он в некоторой степени тренирован, и, соответственно, ему легче. Но есть те, кто всю жизнь не тренировался, приходит, и им, конечно, тяжеловато бывает. И тут как раз уже вопрос именно старческих изменений, и это естественный процесс, от этого никуда не уйти. И что самое интересное, вот этим людям зачастую приходится сложнее всего, особенно, когда они приходят в группу, где уже другие схватывают. То есть он приходит такой, ой, у меня не получается, и начинает комплексовать, и зачастую перестает ходить. Хотя вот как раз этому человеку больше всего нужно. Так, а какое-нибудь простое упражнение вот для... Конечно. А вообще у меня есть такое шуточное, скажем так, упражнение, несколько упражнений, которые можно определить свой нейровозраст. Предлагаю сделать два упражнения, сначала, которые с моей точки зрения полегче. Хорошо, давайте. Да, это мы возьмем кружку, там у нас сюрприз, мандаринка. Да, выдумали там кофе? А нет, там мандаринка. Мы переворачиваем кружку, мы должны подкинуть мандаринку и поймать ее в кружку. Так. Координируем свое движение в пространстве и во времени. Сейчас просто мне тут... Сюрприз. Ваша гимнастика выдаст, что мне там 60 плюс. А как... Подождите, у меня ни с руки, ни с какой руки. То есть мы вот так ставим, и потом оп, и переворачиваем кружку. Вот, я поставила, да? Да, да, подкидываем. Раз, два, три, поехали. О, уже не 50, уже хорошо. Теперь следующее упражнение. Можете, если хотите, еще раз попробовать. Зрители тоже могут попробовать. Я боюсь, второй раз этого может не получиться. Получилось, отлично. Так. 50 точно уже нету. То есть все шансы. То есть, ну нет, я проверила дважды, да, дважды молния в одно место не бьет, да. Не случайно. Вот, кружку можно поставить, она нам уже сейчас не понадобится. Зрители могут повторить это упражнение также с мандаринкой, с кружкой, то, что есть за столом любой круглый предмет, либо с мячиком и стаканчиком, не принципиально. Следующее упражнение называется фига и во. Мандаринку лучше убрать, она будет мешаться. Да, это уже мы проверяем, есть ли нам 20. Так. Или мы моложе 20, или пока еще нет. Фигу показываем всем своим проблемам. Так. Отлично. А во всему самому хорошему в нашей жизни. И быстро меняем. А теперь ускоряемся. Это сложно ускориться. Фига проблемам во всему хорошему. Да. О, да, отлично. Да. У меня получается? Да, отлично. Через раз. Через раз у всех. Да. Но суть в том, что молода и красива. Спасибо, спасибо. А вообще, с каким возрастом работаете вы непосредственно? Основной возраст – это от 20 до 50. Иногда очень люблю эти моменты, когда ко мне приходит мама с дочкой. То есть мама 40-50 лет, 35-50, и дочка в районе 12 лет, 16. Вот когда они вместе приходят на занятия, это прям кайф. Я прям обожаю такие комбо. Ну, получается, что да, и пример хорошей дочки. Это основной возраст, которым я занимаюсь. Сейчас у нас есть благотворительная группа, группа долголетия. Недавно я с ней только начала заниматься. Это уже союз пенсионеров занимается. Но с ними у меня опыт не такой большой. И иногда заменяю ребятишек. Но основной возраст именно вот. В процессе беседы вы говорили о разных каких-то формах занятий. Про танцы говорили, про лепку говорили. Здесь вообще совершенно другого формата упражнения. В каком формате вообще проходят занятия? Смотрите, вообще изначально я специализируюсь на здоровой спине. Это моя прям базовая специализация, самая любимая. И здесь вводятся все возможные методики, которые способствуют научиться включать свою мышцу. Потому что если мы не умеем включать какую-то определенную мышцу, то наше тело не работает в рамках занятия правильно. И у нас проблемы со спиной. И чем разнообразнее нагрузка, тем лучше. То есть танцы? Все подряд, да. Лепка. А что полезнее? Все. Нет ничего полезного. Нет ничего полезного, когда это однобокая. Что еще раз? Когда это однобокая нагрузка. Поэтому мы выбираем разнообразие, разнообразная двигательная активность. Как вы вообще пришли в нейрогимнастику? Я заменяю ребятишек в физкультурно-оздоровительном центре. И они специализируются именно на нейрогимнастику. Мы обязательно продолжим эту тему. Сейчас небольшая информационная пауза. Посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала НСК-49. Далее вернемся в студию. Продолжим. Доброе утро всем тем, кто только что включил телевизор, присоединился к нашей беседе. Это оранжевое утро. И у нас сегодня в гостях Ника Фирсова, тренер по нейрогимнастике. И не только. Да. Так, разбираемся. Пациенты, назовем их так, какого возраста чаще оказываются в ваших группах? У меня чаще в группах занимающиеся от 20 до 50 лет. Вообще, с какими проблемами часто обращаются? Моя основная специализация – здоровая спина. Это основная проблема, с которой обращаются 90% моих занимающихся. Вообще, на какие звоночки нужно обратить внимание? Как понять, что требуется помощь специалиста, тренера? На что нужно обращать внимание? Что что-то работает не так? Начнем с того, что задача педагога физической культуры – это привить человеку отношение к своему здоровью правильное. Так. И этим нужно заниматься до того, как появилась проблема. Беда. Я бы сказала, с рождения, да? То есть все равно ребятишки маленькие, когда у них есть некоторая заторможенность в развитии, там, они не могут сесть сразу вовремя, нанимают массажиста, который за пальчики тянет, рефлексы тренирует. Да, да, да. То есть это же все с детства происходит, чуть ли не с рождения. Ну и, соответственно, дальше не нужно прекращать этот процесс. Конечно, да, постоянно лепка, в том числе с точки зрения развития нейросвязи, то, что мы в школу идем, когда штриховка, знаете, вот эта вот подготовка к письму, раскраска по контуру, чтобы не выходить за контур. Это же тоже координация движения, чтобы не выйти за контур. Вот, это все постепенная тренировка, если говорить только с точки зрения нейросвязи, да, но с точки зрения физической культуры, именно с точки зрения движения, то двигаться нужно с рождения и постановка правильного тела в пространстве. Как замотивировать себя, все-таки, да, у нас, если мы говорим о представителях серебряного возраста, да, то если у них что-то не получается, вполне вероятно, что они остановят процесс этих тренировок. Как преодолеть им вот эти проблемы? Как вы мотивируете их на продолжение занятий? Вы прям хороший вопрос задали, потому что я диссертацию писала по теме мотивации к занятиям, но в итоге пришла к выводу, к такому неожиданному, что мотивация – это дело не совсем правильное, потому что каждый человек имеет свои цели, свои желания, свой путь, и, соответственно, если он по какой-то причине сам не мотивирован, то мы вмешиваемся в его жизнь и пытаемся ему навязывать, скажем так. Нет, подождите, но он же пришел. Он пришел, но если он по какой-то причине перехотел, это его выбор. Это мой подход личный, хотя первое время, первые пять лет своей деятельности я так не думала, поэтому я и писала диссертацию на эту тему. У каждого человека свой путь, и он вправе решать, как он будет этот путь идти. Кому-то нужно даже пострадать, чтобы в какой-то момент прийти к четкому решению, что я буду теперь заниматься. Слушайте, а не бывают вот исключений? Почему? Бывают, конечно, исключения, где-то пинкат, а все равно как тренер поддам своим занимающимся. Основная такая мотивация все-таки здоровье женщинам, кто после родов и старшие, они любят общаться. Какие-то вне классные деятельности, чтобы была. То есть мы постоянно рисуем, ходим в театры коллективом. Женщины, кто после родов, кто семейные, они вообще мечтают выбежать из дома. Вот, это такой один из ключевых моментов мотивации. То есть когда женщины могут общаться, когда у них свой такой теплый и экологичный, скажем так, круг общения, в котором все друг друга поддерживают и совместно развиваются. Вот. И все-таки для меня, мое мнение, что есть имидж тренера, который должен соответствовать, чтобы вдохновлять, а не пинать. Потому что если тренер сам ведет нездоровый образ жизни, то чему он научит своих занимающихся? Вот это база. Быть примером. Да, за что мне поставили 5 на защите диссертаций, потому что у нас сидел в комиссии мужчина, который не вел здоровый образ жизни. И я, несмотря на это, говорила про имидж тренера. Вот. И он мне поставил наивысшую оценку. Замотивировали. Хорошо, смотрите. Упражнения, казалось бы, простые. И все-таки как начать заниматься? Я вот, правда, я сразу бы представляю, что я сижу там на работе, или там в 5 минутки какой-то достаю мандарин и начинаю его в курвку забраться. А почему нет? Что мне это даст? Вот упражнение. Как минимум хорошее настроение. Как минимум хорошее настроение, так. Как максимум, в долгосрочной перспективе эффект. Это замедлит старческие процессы. Это профилактика старческой деменции в том числе. Вы сможете более грамотно управлять своими мышцами, потому что оно друг от дружки тоже зависит. Куча плюсов. Я еще, пожалуй, спрошу у вас пару упражнений для поднятия настроения, как минимум. Конечно. Есть такое упражнение, камень-утка называется. Камень-утка. Камень-утка. Я его поглядела в курсе образовательном для подготовки кога-киге для детей. И вот там для улучшения работы мозга это дают тоже. Вставим и потом меняем. Камень-утка. Камень-утка. А руку при этом нужно куда-то поднимать? Нет. То есть только рука. И пальчики не растопыриваем, а четко камень-утка. Это сложно не растопыривать. Вот. И еще одно интересное упражнение. Я в детстве вспомнила, мы вот постоянно баловались вот такой вот. Да, 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 это про это же. Это же тоже. Да, конечно, это про это же. Еще одно интересное упражнение. Оно очень хорошо. В основном проблемы выявляются с этим упражнением уже у людей более старшего возраста. Но иногда бывает и нашего. Мизинчик. Безымянный. Средний. Указательный. Большой. На другой руке. Мизинчик. Безымянный. Средний. Указательный. Большой. Растоп... А теперь постепенно. Да. И ключевой момент не пропустить ни одного пальца и все плавно. Угу. Не торопимся. А еще медленнее? Да. То есть ключевой момент, чтобы было не вот так, что они одновременно пришли, а прям четко по очереди. Вот. Кто хочет усложнить, мы ставим ручки вместе. Большой, указательный, средний, безымянный мизинец. Потом продолжаем по одному пальчику. И потом раскрываем с большого опять. И добавляем такое небольшое движение кисть... 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 кистьями или кистьми. Такая волна получается. Танцевална, да. Это вообще мне дочка показала. Они там во дворе что-то делали. И я говорю, о-о-о, это же прекрасное упражнение. А вообще, откуда черпаете информацию? Как вы развиваетесь? Ой. Во-первых, я занимаюсь танцами. Уже много лет с этого я начинала. С танцевальной, скажем так, сферы. Во-вторых, я очень много учусь. Прохожу очень много разных обучений. Рисую, занимаюсь лепкой, вокалом. То есть, есть вокальные упражнения, в том числе для вокалистов. И отсюда где-то вижу... Опять же, дочка пришла, показала движение со двора, скажем так. А я такая проанализировала уже механизм действия. Такая опачки. Это же отличное упражнение. Это полезная штучка. Ее можно ввести в свое занятие. Даже... Такая профессиональная персопция работает. Даже вот у меня дочка занимается гитарой. И там есть такое упражнение, когда пальчики по очереди ставим, паучок на стол сначала, то же самое, можете попробовать. Да. И большой, не забываем. А потом на гитаре и на акулеле, там тоже зажимаешь сначала просто большим пальцем, а потом зажимаешь указательным, указательным, зажимаешь средним, средним, безымянным, безымянным, мизинцем, мизинцем. То есть тренируют именно скорость переключения рук, перехода по водам. Вот. И я такая сижу, такая... Полезная штучка снова. Паучок-то тоже хорошая штучка. Я принесла на тренировку акулелю. То есть получается, что вас развивают не только какие-то информационные порталы, но еще и собственная дочь. Конечно, да. А вообще, как ваша семья относится вот к вашей деятельности? Отлично. Занимается. Кроме дочка, кроме дочки. Почему? Ну, пока она была маленькая, проблем никаких не было изначально, сложности. Что положила, то и ела, везде водила ее с собой на тренировке, она была рада. Но потом в какой-то момент, когда у нее появились уже свои, скажем так, не хочу... Это переходный возраст. Она начала сопротивляться. Но в какой-то момент, видимо, что-то произошло, и она мне сказала, говорит, «Мам, пропиши мне, пожалуйста, программу питания и тренировок». И начала заниматься, даже на танцы. Начала ходить, хотя раньше вообще ни в какую. К вам на танцы? Сначала ко мне, потом я привезла по разным педагогам уже сюда, в Новосибирск, которые по хореографии гораздо выше меня уровнем. И теперь она ходит к ним. Я сама к ним езжу, и она со мной теперь ездит вместе в одну группу. Вот. И муж так вообще был за, потому что мы с ним когда познакомились, наши образ жизни полностью расходились. И он как раз хотел начать вести здоровый образ жизни, но что-то ему пинка не было. И тут появились силы. Я училась тогда в университете, заканчивала. Я ложилась в 10 спать, а он в 5 утра. Вы представляете, да? Какая разница была. Вы вообще встречались когда-то? Да. И что самое интересное, у нас тогда совпали пары, были по оздоровительным методикам, мы изучали биоритмы. И я тогда больше всех задавала вопрос, а как сделать так, чтобы тот, кто... Ну, биоритмы сошлись-то. Знаю я, хорошее снотворное. И педагог мне тогда говорил, ой, Ника, гибло это дело, не работает. Если биоритмы разные, лучше не начинать. Понял, к чему я такой вопрос. И как вы пришли к единому времени? Он оказался не собой, а просто неправильные привычки. Не до жаворонок, да? Да, да, да. Сейчас засыпает вперед меня. Никаких проблем. И воду я также приучала пить, он воду вообще не пил. Так. Вот. И такое самое главное, это постепенность. По глоточку. То есть не нужно сразу 2 литра, как многие, знаете, там 2 литра в себя влили, затошнила, больше не буду. Вот. По глоточку, по глоточку. Норма выполнена, галочка. Да, я просто каждое утро выпиваю стакан, ему даю кружечку, говорю, сделай глоточек. Вон, ладно. Потом какой-то момент подходит, выпивает стакан, говорит, ты же не пьешь воду. Не любил, не пил, теперь люблю, пью. Люблю жену, люблю воду, да? Все взаимосвязано. Да. Хорошо, нейрогимнастика – это одно, но если мы говорим о работе головного мозга, это не только нейрогимнастика, гимнастика в том числе обыкновенная тоже. Конечно. А как себя вот приучить, вот разработать, выработать себе эту привычку утренней гимнастики? Отличный вопрос, потому что 90% людей, с кем я знакома, общаюсь, все бы хотели делать по утрам зарядку, как минимум, но никто не делает. Вема, у меня мама каждое утро, вот уже вот на протяжении многих лет, она делает гимнастику, я восхищаюсь. Смотрю на нее, восхищаюсь, понимаю, что я бы так не смогла. Да. Вот, как себя приучить? А здесь на самом деле действует то же правило, что и с водой. Главное – постепенность. Давайте возьмем среднестатистического человека, которому нужно отвезти детей в садик, поехать на работу, пробки. Во сколько он должен встать, чтобы выделить еще время на гимнастику? Каждый день, если мы будем говорить, там, либо через день. А, ну, отвезти ребенка в садик – это не гимнастика? Нет. Да. Кстати, по поводу связи мозга с телом и обычной гимнастики. Наша голова крепится через шею к телу. И если у нас спазмы в шейном отделе, то кровообращение нарушается в голове, и те же самые проблемы усугубляются. Поэтому обычная гимнастика, обычная зарядка, они как ни есть, кстати, и даже в эту тему. Самое главное мое правило в этом плане – адекватность. Сохранять адекватность. Не нужно сразу час. Буду делать полчаса тренировку, каждое утро все, два-три раза сделал и больше не смог. Это как с пробежкой утреней, да? Одна минута. Одну же минуту, ну, каждый из нас сможет выделить. Одна минута, все. Ну, а далее аппетит приходит в время. Конечно, конечно. Одна минута, понял, что делаешь месяц уже, одну минуту каждый день, делаешь две минуты. И постепенно-постепенно ступенчатое повышение нагрузки – это правило любой тренировки. Но опять же, если мотивация, вот самая мотивация, она присутствует, то, наверное… А, самая мотивация может присутствовать, но все равно в течение жизни случаются какие-то ситуации жизненные, какие-то проблемы, и вот эта мотивация, она видоизменяется в силу возраста в том числе. То есть возраст же меняется у нас, мы же не… Так, ну и да, и проблемы жизненные всякие разные возникают, и мы расслабляемся, экономим, жалеем себя в какой-то Но одна-то минута есть. Всегда. Одна минута, одна минута. Это так много, но это так мало. И, возможно, вы правы, для благотворного воздействия организм, может быть, и стоит пожертвовать этой золотой минутой. Конечно. Отличная мотивация. Еще раз у нас сегодня в гостях Ника Фирсова, тренер по нейрогимнастике и не только. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Благодарю, что пригласили.